Вот бесплатно, а выход платный. А выход платный, да. Вер такая идет, а ух, проходит миллиметраж. Мы можем с приложения удаленно это все отключить. Ну, это такой, типа, бонус застройщиков. Это должно быть вот так. Смотрите, все открывается, за балку не цепляется. Та-та-да. Все нормально, все по проекту. Так и должно быть. Достойно смотрится. А здесь сухо, друзья. Все в грязище, ничего не отмыто. Первый этаж, двери открывают. Тут дырка на улицу. Это сырость. Не каждый застройщик так, к сожалению, может сделать. Сверху есть указатель, на каком этаже расположен лифт. Хотя бы работают зумеры. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Сюда даже приятно зайти. Положили на грязь. Все согласно проекту. Отмостку мы видим из асфальта. Видно разное расстояние. Почему нельзя было подвинуть эту плитку. Класс энергоэффективности А. Чтобы машины не разбивали днища. Госкомиссия приняла их. Слава богу. Друзья, добрый день. Я Андрей Артемов. Мы с вами в Кудрово. И сегодня у нас будет приемка квартиры в Аквелон Сторис. Но перед этим поставьте лайк и подпишитесь на канал. Погнали. Айди Кудрово. Стоит квартиры от 7 миллионов рублей. Здесь самый большой плюс, что это высокие потолки в 3 метра. И Аквелон Сторис. Здесь квартиры стоят от 5 миллионов рублей. Высота потолков, конечно, меньше. Но и цена соразмерно ниже. Поэтому, естественно, здесь и приобретают квартиры. Это понятно. Значит, уборка территории. Такое ощущение, что это забытый район. Здесь убирать не нужно. Просто все во льду. Большое количество таких ям во льду. Ну и черный снег. В лучших традициях уборки. Здесь мы видим, что, кстати, дома сдали в начале 10 января 2024 года. Но почему-то до сих пор, обратите внимание, такой строительный убогий заборчик. И по мне на это странно. Так, вход у нас вот здесь. Почему было вот это, конечно, уродство не убрать, я не понимаю. Потому что выглядит это просто, по мне, какой-то трындец. Здесь непонятно вообще, где пешеходный, где тротуар, где для пешеходов что-то. Вообще все забито машинами, с парковкой. Понимаю, здесь жесть. А вон уже сотрудники авангарда приехали сюда. А когда ты приходишь к застройщику за ключами от новой квартиры, конечно, очень приятно проходить по такой дороге. Заезжать сюда, мне кажется, еще приятнее. И обратите внимание, как здорово положили поддон, чтобы машины не разбивали днище, когда у вас низкая, соответственно, посадка у автомобиля. Есть где офис заселения, куда нужно подходить. Здесь мы видим большое количество уже людей. Столпилось все в ожидании своих ключей. Что обращаешь внимание, это под снегом видно большое количество мест для парковки инвалидов. Тут какое-то все в снегу, во льду. Не видно озеленения. Я просто помню рекламный ролик компании Aquilon про Aquilon Stories. Но что-то я деревьев здесь не вижу. Какие-то кустики есть. Зачем-то тут все огородили. Знаете, нет ощущения, когда приходишь в новый дом, тут еще арматура стоит. У меня пока нет ощущения, что что-то это новое. Такое ощущение, что еще что-то не доделали. Но если обратить внимание на фасад здания, ну, не считать того, что здесь ничего не отмыто, на сам вот этот кирпич, на, соответственно, вот эти декоративные элементы, видите, черного цвета, и посмотреть на тот же ID-кудр, вот, то, конечно, ну, блин, на мой вкус, на мой взгляд, Aquilon Stories смотрится намного презентабельнее. Входные группы. Из минусов, конечно, здесь все темное. Цифры тоже темные. Нужно, мне кажется, было их хотя бы белые сделать, чтобы они там выделялись, либо какого-то другого света. Для новостроек 24-го года видеть класс энергоэффективности А. Это из области фантастики, потому что класс идет везде. У большинства застройщиков, даже у крупных, класс энергоэффективности С и Д. И вот смотрите на фасад. Ну вот очень красиво смотрится, очень красиво. Подходим к фасаду. Ну, первое, вот, стою на уровне земли, прямо смотрю сюда, смотрите, сюда палец влазит, сюда он уже не влазит. Здесь вот, видите, на этом перекрестье видно разное расстояние, почему нельзя было подвинуть эту плитку, чтобы это было все ровно, ровно подрезать, честно говоря, непонятно. Новый дом, здесь уже все побито, ну, наверное, люди побили, ночью приходят. Тут почему-то все в песке, здесь зачем-то кляймер окрасили чем-то, тут плитка побитая, и вот так обратите внимание во всем. То есть подрезка оставляет желать лучшего, могли бы, не знаю, как-то либо ровно сделать, либо хотя бы накладочки поставить, ну, и так пойдет, все нормально. Можем пройти дальше. Между корпусами должны быть райские насаждения, все должно быть зеленое, ну, понятно, что летом. Но так как это сданная новостройка, то здесь, конечно, с озеленением все плохо, и мне обычно говорят, Андрей, ну это же зима, кто зимой сажает? Ребята сажают зимой деревья, и кусты, и траву сажают, и можно это все раньше сделать, до сдачи заняться озеленением. Вон здесь, обратите внимание, здесь вот что-то копали, навалили, вот там мы видим огромную красную гофру, скорее всего, под электричество. Ну, вот здесь смотришь, во-первых, шум идет от када, это раз. Во-вторых, почему-то в новом доме открытая территория, непонятно, здесь они должны были открываться доводчиками электрическими, или просто должно быть все закрыто. Почему это вот в таком состоянии, мне непонятно. Сам двор, понятно, да, много снега, возможно, там где-то даже и травка какая-то есть, которая с колхозных полей, сюда еще пришло освещение, какая-то детская площадка вся во льду. Ну, вроде, знаете, вот так смотришь, по площадке, вроде это же неплохо, там, и в дворе что-то они поставили, но когда ты смотришь презентацию застройщика о комплексе, выглядело это совсем все по-другому. И, соответственно, ты на это смотришь и покупаешь. А здесь получается, что... Ну, обманули, да, как это по-другому-то? По-другому не назвать. Отмостку мы видим из асфальта, лучшее решение. Частенько эти отмостки проседают. Здесь, знаете, видно, да, что забыли, потом, соответственно, вырезали. И вот это все вот так оставили. Дом сдали. Молодцы. Здесь у нас, скорее всего, вырезано тоже под ливневку. Ну, как вырезано? Обратите внимание, что это потом просто продолбили. Обратите, видите, да, бетон продолбили, утеплитель. Здесь, соответственно, вот как качественно все сделано, вот нормально, да, вот так. Вот он, утеплитель там торчит. Ну, такого не должно быть. Здесь асфальт, здесь брусчаточки не хватило, почему-то все криво-косо. Здесь аналогично. Ну, блин, не знаю, а че ж они так... Все открыто, можно зайти посмотреть. А тоже, да, вроде современная система допуска. Смоется так ничего, вот эти панели Сигур, а вот это что такое? Причем провода было не убрать, там крышки что-ли никакой нет. Ну, что за фигня? А-Ку-Вокс. Прикольно, да? Классный звук. Ну, вот здесь, да, как примыкание сделали хорошо. Но из плюсов мы заходим. Здесь достаточно просторный тамбур. Здесь есть вот такая щетка, чтобы вытирать ноги. Это здорово. Беленькая, красивенькая, кривые ламельки, все как надо. Стекло, обратите внимание, даже вниз еще не упало, его не успели разбить. Здесь тоже алюминиевая дверь и вот такие красивые декоративные элементы. Все согласно проекту. Заходим дальше. Здесь у нас такой длинный коридор, но, в принципе, ширины будет хватать, но если бы он был бы чуть шире, было бы, конечно, комфортней. Переговорное устройство для сотрудников МЧС, конечно, здесь в лучших традициях. Вот здесь ему как раз и место. Сверху цифрка 1 и бутылочка ледниковой воды. Зато есть указатель, выход. Хорошо окрасили трубы, обратите внимание. То есть вот прям, наверное, по ржавчине, с крепежом. И когда красили, и стенку красили, и ломели, закрасили одной, и второй краской. Нормально. Так и должно быть. Здесь зато мы с вами видим стаканы ржавые. Чем-то зачеканено. Знаете, хотя бы, крышечку какую-то бы сделали, потому что плитку вот так надрезали, не смогли нормально пилить. Здесь, соответственно, дырка просто видна. Вот тут. Нормально. Так и должно быть. Теплопотери. За них же застройщик не платит. Вы за это платите. Сдали дом. Почему? Вот здесь вот эти все пленки до сих пор стоят. Почему их не демонтировали? Первый этаж. Это для слепых. Шрифт специально. Но вообще обычно надо другие таблички. Потому что вот эти таблички специально для людей с ограниченными возможностями вешают. Где обычные таблички? Кроме колясочной ничего не видно. Здесь красиво сделали из дешевого керамогранита. Спасибо, что хоть хватило затирки. Такое панно вроде так даже ничего. Почему-то здесь это все не сняли, не демонтировали. Потому что, обратите внимание, видите, ломали и сверху дальше идет вот эта пленка. Ее будет очень некомфортно снимать проблематично. Почему это не сделали сразу, непонятно. Ну и так же, как здесь на алюминиевых конструкциях. Хорошая конструкция, но в нехороших руках это все вот так и остается. Вот видите, тоже подкладки были. Ну, почему это снять? А, и так нормально. Госкомиссия приняла и слава богу. Почтовые ящики. Огромное здесь их количество. Перфорация. Смотрится неплохо. Ну, ящики такие обычные, знаете, ничего такого нет. Колясочная. Есть значок. Какой-то двери ТОУН. О, это колясочная, друзья. Да. Вид, конечно, уходит и колясочный. Значит, здесь получается плитка на сантиметров 50, метр 15, метр 20 ширина, ну и метра 4 в длину. То есть, колясочная такая, видите, относительно. Также видим кривой потолок, неснятых защитные колпачки с пожарных датчиков. Ну, вот, все как надо. Зато здесь Аквилон, сторис, даже смогли сделать, и ничего так. Хоть в этом постарались. Здесь тоже, видите, скотчик остался малярный. Что-то здесь нужно было закрыть. Закрыли, а снять, соответственно, забыли. Здесь все аналогично. Это все согласно проекту. Так и должно быть, конечно. Во всех домах Аквилона. Здесь тоже есть тамбур. Кстати, вот здесь хорошее расстояние, когда с коляской выходишь, выдвигаешь, дверь закрывается, идешь дальше. Это молодцы, потому что, бывает, экономят место, и это некомфортно, когда у тебя есть дети и коляска. А здесь мы уже видим совсем другая картина. Что-то пошло не так. С гипсокартона слазит краска, она просто отсюда убегает. Здесь аналогичное ощущение, что что-то текло. Значит, они вот это все положили, но положили на грязь, не смогли вымесить, поэтому вот наступаешь, и вот такой звук получается. Здорово. Ну, вот здесь, видите, тоже шпаклевка, все с краской валится. Красили, не могли нормально закрыть. Здесь тоже все закрасили. Красавцы. Вот здесь, знаете, сразу не подумать, снять было, да, элемент. Вот, видите, под кабель-каналом. И вот такой красивый здесь кабель-канал. Ну, тоже тут все открыто. Вон, авангард уже стоит. Ну, что, сейчас пойдем смотреть. Да, вот почему фасады не отмывают, честно говоря, тоже непонятно. И не надо говорить, что это зима. Они могли отмыть это до, и навряд ли у застройщиков в проекте. А указано, что они должны быть не отмытые приемочки. Обращаю внимание ваше на фасад. Все согласно проекта. Вот так все и должно быть. Брусчатку подогнать к краю фасада тоже. Почему-то не оказалось возможности у застройщика. Здесь тоже что-то еще не хватило. Ну, вообще, конечно, вид странный. Даже здесь не смогли убрать лед. Ну, или специально его тут намели, чтобы люди не за голову разбивали. У нас с вами есть вот такой красивый приямок. Из плюсов здесь есть поручень. Можно, соответственно, спуститься вниз. Здесь даже вот ширина нормальная. Ну, ступеньки такие отглобнанные, но ничего. Ох ты, друзья, что ж я здесь вижу? Здесь вроде как есть место, куда должна уходить влага. Стяжки здесь, наверное, сантиметров по 10. Но вот я, конечно, не знаю, куда-то уйдет или нет. Такое ощущение, что здесь все забито мусором. Горит свет. Подвал закрыт. Остался малярный скотч после окрашивания. Ну, вроде хоть подвал сухой, да, на первый взгляд. Да, курильщиков сколько здесь было. Значит, пассажирский лифт, написано «ремонт». Ну, соответственно, я понимаю, его отключили, чтобы его не убили. Нажимаем кнопочку наверх. У нас грузопассажирский лифт, который расположен вот так. Из плюсов. Антимандальное покрытие. Обратите внимание, тут фирменный баннер. Молодцы. Сделали красиво. Видно, слушают и смотрят мои видео. Сюда даже приятно зайти. А не как у некоторых застройщиков. Ощущение, что это просто обычный строительный вагончик. Итак, лифты. Алекс лифт. Обратите внимание, большая цифра. Смотрится реально классно. И он такой, знаете, такое ощущение, что он зачерненный или такой просто серебристый. Здесь такой полумрак. Нормально. Кнопки расположены. Можно спуститься на минус. Первый этаж. И здесь беречь свой лифт. Это разумно. И на разных языках видно на тех языках, на которых они взяли своих, соответственно, рабочих. 12 этаж. Дальше есть вот такая циферка. Ну, надо было, конечно, не, вроде ровно, да. И она при этом, обратите внимание, друзья, такая трехмерная из оргстекла, похоже. 12 этаж. Достаточно широкий лифтовой холл. Есть окно. Туда дальше мы потом пойдем посмотрим. Подоконник прикольно сделан, так наискосок. Пустота. Окна у нас, соответственно, не открываются. Непонятно, как нужно проветривать в летний период. Здесь тоже колпачки сверху. Дверь к квартирам. Заходим. У нас здесь коридор изделили на две части, что вам не казалось, что в общаге. Коридор достаточно узкий. Из плюсов мне нравится, что это просто ровная поверхность, никакой дурацкой штукатурки. А света в принципе хватает. Звонки на невысоком уровне. Звонки, обратите внимание, такие вроде ничего. В дверях один замок. Не удивлю, что начнут эти двери менять. Вот здесь одно расстояние у двери. Здесь, соответственно, от проемов другое расстояние. То есть, так себе ездить. Обратите внимание, нормальная нумерация квартир. Глазок. Здесь у нас, соответственно, закрыто. Ничего себе. Здесь даже все ровно, тепло. То есть, там счетчики на тепло. Забрало, как я это называю, неплохо все смонтировано. То есть, вроде так, знаете, достаточно все неплохо. Ну что, как вы считаете, друзья, есть ли здесь пожарные рукава? А здесь не то, что пожарных рукавов нет. Здесь даже муфт нет. Да уж, красавцы. И стена к жильцам из газоблока. При этом такое ощущение, что достаточно тонкого. Так что, будете слышать все, что творится в квартирах, когда будете находиться в коридорах. А в квартире будете слышать всех соседей. Молодцы. Класс. Значит, у нас получается раз, два, три, четыре, пять, шесть квартир с одной стороны. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь квартир с другой стороны. Ну, здесь, да, полагаю, все одинаково. Пожарных рукавов здесь нет. Хотя бы работает зумер и здесь достаточно тепло. Но при этом внизу, смотрите, стройматериал остался и большое количество различного мусора. так, здесь что у нас открыто? Закрыто. Обратите внимание, что даже здесь забрало смогли сделать. Да, наверное, для Аквилона это лучший проект. Выходим с вами в лифтовой холл и идем, соответственно, на переходной балкон. Аня, здесь нет переходных балконов, здесь сразу лестничный марш. На лестничном марше большое тоже окно, но створки не открываются, непонятно, как вообще проветривать, но зато отсюда с высоты, если обратить внимание на фасад, смотрите, он смотрится очень красиво, реально очень красиво смотрится фасад, мне нравится. Вот напишите тоже в комментариях, как вам нравится фасад у Аквилона, либо нет. Здесь все, естественно, не отмыто, ограждающая конструкция из обычной трубы, больно, держится круто, четко, мощно, и смотрится очень хорошо. Здесь могли бы подмыть, было бы все, конечно, лучше, даже вот здесь, и здесь есть плитка, вот это да, ну что у нас тут наверху, и здесь даже наверху-то все прилично, не видно, чтобы были щели в двери, как это бывает у застройщиков, и тут все закрыто, здесь у нас клапан, тоже не видно никаких потеков, полагаю, что не протекает, это тоже плюс. Спустимся на пару этажей ниже, подписчики просили спускаться на рандомные этажи, какой-то этаж непонятно, нигде ничего не написано, заходим, строительный мусор, здесь все так же четко, красиво, то есть, знаете, с одной стороны все просто, но обратите внимание, как нормально смотрится, обычная ровная стенка, реально ровная, нормально подобранная краска, окантовка входа в лифт черного цвета, красиво смотрится, сверху есть указатель, на каком этаже расположен лифт, кнопки вызова и пассажирского и груза, пассажирского лифта, но не каждый застройщик так, к сожалению, может сделать, это у нас 10 этаж, ну здесь в принципе все аналогично, из плюсов, что здесь даже установлены ограничители для того, чтобы дверь не бахала в этот подоконник, и такой ограничитель, друзья, на каждом этаже, с самого верха до самого низа идешь, здесь вот плиточка, лисичные марши, ну вот их, знаете, немножко шлифанули бы и было бы, конечно, все по красоте, о-о-о, седьмой этаж, ничего себе, первая цифра, знаете, такое ощущение, что они были, а просто когда окрашивали, закрасили вместе с цифрами, так, видите, а на шестом вот она еле проглядывается, ну да, да, получается, либо может быть потом приклеить, либо вот она была, но просто все закрасили, чтобы было красиво, ну и, соответственно, закрасили вместе цифрой, красавчики, слышно, как вода по трубам бежит, и какой-то еще дополнительно страшный звук, спускаемся, здесь, конечно, большое количество мусора, чувствуется, что уже сразу стало холодней, это сырость, это тоже сырость, камера, повернись, вот это тоже сырость, тут дырка на улицу, понятно, почему холоднее, потому что холодный воздух сюда тянет, теплый выходит, прикольно, даже не могли нормально все убрать, прикольные ребята, обратите внимание, как красиво смотрится фасад зданий сблизи, здесь, соответственно, тоже должно было быть такой, знаете, из каленого стекла козырек, но что-то здесь пошло не так, брусчаточка, причем такая достаточно крупная, смоется прикольно, ну, фасадная стена, сами видите, да, какая красота, надо было ее, конечно, отмывать, краны нужно было делать заранее, но почему-то решили этого не сделать, и по мне, конечно, очень странно, видим, что это пятый подъезд, при этом, да, вот здесь козырек есть, здесь крепление есть, а козырька нет, забыли, либо в проекте не предусмотрено, ну, получается, раздали, значит, этого нет в проекте, здесь мы видим, тоже такая гофра выходит, то ли ливневка, то ли еще, это что-то непонятно, почему это все так, неизвестно, ну, конечно, сам двор, из плюсов, что лента в шаговой доступности, и вот смотришь, смотришь, вспоминаешь, видеоролик об этом комплексе застройщика, и вот этого классного озеленения, я, честно, здесь не вижу, может быть, видите вы, друзья, напишите в комментарии, аквилон для детей, если не ошибаюсь, у нас получается вот это первый корпус, а вот это у нас второй корпус, но вот, возможно, здесь есть трава, хотя навряд ли, потому что вот видно такие крупные куски глины и земли просто вот здесь накиданы, и вот тоже, да, вот смотрите, обратите внимание, вот это входная группа, какую-то коммерцию, где проход, почему его здесь нет, то есть мне нужно вот здесь вдоль стены идти к нему, вообще странное решение, вот здесь под окнами видно то ли это труба, то ли забор воздуха, вот честно говоря, как-то непонятно, потому что это я вижу только на втором этаже, выше таких устройств нет, вот, кстати, обратите сами внимание, видите, нету, а здесь и есть, третий подъезд, квартиры 122, 297, вот обратите внимание, вот получается брусчаточка, почему было вот это все не убрать, честно говоря, непонятно, для чего нужно вот ходить по этим сугробам, почему-то тоже, вот видите, вот озеленение, вот как оно выглядит, озеленение, здесь просто вот такая глина с землей, перчатками перемешанная, ну, куски брусчатки, все как надо, значит, если здесь закрыто, нажимаем вот сюда, 2323, решетка, 77, откройся, здесь мы уже видим, что вот есть вот эта низкая часть, где должен быть, сетка специально, чтобы ноги вытирать, но здесь ее не поставили, забыли, ну, спасибо, что есть доводчик в каком-то пятне, аналогичный коридор, он здесь уже теплее, лифтовой холл, понятно, закрыто, тут можно подняться наверх, а давайте-ка мы вниз спустимся, первый этаж, двери открываются, здесь аналогично антивандальное покрытие, ну, что, минус первый этаж, поехали, двери закрываются, лифт идет вниз, кстати, разговаривает лифт приятно и не громко, так, ну что, друзья, приготовились, сильно впечатлительных, лучше отойти от экранов, на всякий случай, давайте смотреть, что же здесь, в минус первом этаже, так, здесь грязь, ну, смотрите, как все приличненько окрасили, на потолке, что мы с вами видим, мы видим здесь оголенный намотанный провод, потолков никаких нет, куда-то есть выход, я не понимаю, куда, ага, это чтобы выйти по лестнице с паркинга, ой, здравствуйте, лестничный марш, оголенные провода, кстати, здесь очень аккуратно, чтобы не убиться, тут еще отмывают, все, в данном доме так и должно быть, всегда надо сдавать, а потом достраивать, отмывать, здесь, конечно же, обрамление такое же, но все в грязище, ничего не отмыто, это у нас с вами минус первый этаж, ну, такие места немножечко есть, здравствуйте, электричество в этих шкафах, полагаю, оборудование провайдеров, а здесь сухо, друзья, здесь сухо, нет влаги, все в свете, везде специально вот такие ярлычки, где все подписано, нигде не видно, чтобы чего-то текло, и даже есть видеонаблюдение, есть стрелочки, куда, какая идет теплоноситель, отработанный, соответственно, горячий, выходим, конечно, не хватает, не на эти указатели, где выход, да, здравствуйте, нижняя часть, знаете, такое ощущение, а, это вот отсюда, да, ну, давайте проверим, слушайте, как классно окно-то открылось, вот там наверху стекло, здесь, соответственно, вот есть такое отверстие, куда должна уходить влага, и вот у меня ощущение, что она как раз должна уходить сюда, а в подвале, соответственно, испаряться, потому что здесь есть розетка, чтобы установить погружной насос, на настое денег, и вида не установили, либо в проекте так сделано, кирпичная кладка достаточно нормальная, какое-то количество помещений, а, это кладовки вход, слушайте, ну, неплохо, а лучше, чем в модуме, кстати, кирпич, так, знаете, почти чистый, кладовки такими руставнями закрыты, сверху сетка, слушайте, достойно смотрится, а, это свет включать, понятно, я, честно, поражен от аквелона, так, здесь у нас уже что-то уже поинтереснее, какое-то оборудование, видно, подключили электричество, что-то они тут делают, выход куда-то, видите, на 30 миллиметров вверх, ну, вот все поставили, а это не стерли, тарарарам, вот и здесь, о, пожарные рукава, все подключено, вот так это и должно быть, но почему-то на этажах мы такого не видим, здесь мы видим силовой кабель, класс, здесь видна влага, ну, непонятно, знаете, друзья, наоткуда, и вот, обратите внимание, вот они, белые датчики, какие они должны быть, колпачки все сняты, сняты, вернее, здесь мы видим оголенные провода, на них замотка идет, лампочки, видно, свет был временный, временный, и вот, ничто не бывает временным, чем, как говорится, постоянное, ну, да, вот, кабельное телевидение, здесь, соответственно, оборудование для интернета, вот в этих шкафах, ну, как правило, это один провайдер, он будет надолго, подвал, ничегошный, не считая вот таких элементов, которые, конечно, надо убирать, я не понимаю, почему это до сих пор не демонтировали, включается свет, а вот, получается, выходы, где я хотел зайти, не было возможности, смотрите, какая красота, вот арматура торчит, так и должно быть, а смотрите, что вот с этим окном, то есть, они его вылили, а вот это уже дополнительно спиливали, потому что они лажанулись с проемом, о, как отсюда ветер дует, холодный заходит, арматуру надо было, конечно, хотя бы зачеканить, но зачем, все нормально, все по проекту, так и должно быть, класс, а это еще, грубо говоря, нулевой уровень, там первый уровень, получается, когда только начали выливать стену, вот поэтому я за панельное домостроение, потому что все панели идут с завода, они выливаются по месту, так, давайте смотреть дальше, что тут нам такого интересного не сделает, так, а здесь, здесь влага, провод идет, куда идет, это просто розетка, ну, вот видите, влага есть, погруженных насосов нет, ну, только вычерпывать, здесь, слушайте, а здесь почему-то тоже, зачем они поставили, а, это чтобы, похоже, через окно сюда было не пролезть, ну, блин, вообще, конечно, трындец какой-то, откуда здесь влага, вот, здесь ее не видно, не знаю, тут не видно, что потекло, непонятно, в общем, если кто-то знает, напишите в комментарии, так, тайные двери тут закрыты, это кладовки, здравствуйте, тут как раз красят вот эту сетку, ох, какой запах-то, господи, надышишься потом, это как пьяный будешь ходить, ну, что, можно здесь посмотреть, друзья, кладовки, нормальные кладовки, кирпичные стены, к соседям сетка, датчики пожарные, ну, в принципе, нормально, и по площади нормальной кладовки, кстати, обязательно берите, кто покупает квартиры, это очень классная штука для хранения вещей, нужных и ненужных, здесь мы тоже видим кабель, смотрите, какой толстенный, 380 минимум, и вот, не понимаю, то есть, это времянка была, не времянка, почему это до сих пор, здесь, честно говоря, непонятно, вот тут тоже различные конструкции, ничего не подписано, К-33 какой-то, так, вот еще кабель наверх пошел, вон, смотрите, как он вообще стрёмно, на самом деле, да, классно тут просверлили, кусок упал, о, я, честно говоря, даже вот не знаю, где я, я понимаю, что я в подвале, но без указателя, конечно, тяжело, автоматика отключена, что это такое, тут закрыто, а, вент-камера, это получается, в тех помещениях, да, я с собой не спустился, но здесь видно, что была влага, но была, похоже, давно, а, вот туда выход на улицу, да, вид, конечно, так себе, да, как вам, ну, полагаю, что сюда, кроме управляющей компании, никто заходить и не будет, а вот здесь влага видна, смотрите, что-то здесь стекло, сверху, наверное, так, везде, кстати, большое количество камер видеонаблюдения, вот она, слаботочечка, что, все уже, да, пришли куда-то, это кладовки, тут у нас тоже силовой кабель, но странно, что они подписаны, кладовки такие-то, такие-то находятся здесь, чего может быть проще, просто взять, вот это, повесить сюда красивую табличку, стрелочки, чтобы понимать, куда чего идти, потому что, когда ты идешь в первый раз, вообще непонятно, куда идти, вот для меня это лично странно, а здесь, что-то небольшое, раз, а здесь они что-то делали, да, ну хотя бы трубу, знаете, вот так обходят, ну кладовка нормальная, роллставни, закрыл наключик и все, основное для меня, то, что здесь сухо, я считаю, что это, конечно, большой плюс, а остальное нужно здесь сильно напрягать застройщика, чтобы они вот это все демонтировали, и привели дом вообще к проектному решению, как это было изначально, нигде не висит вот выход, вот, например, не дай бог, смотрите, пожар, все задымилось, а где хоть одна табличка, где, где выход, ее нет, выход вот он, а должна быть табличка по пожарным нормативам, почему ее нет, я, честно говоря, не понимаю, так, у нас еще, ну тоже, да, низкое место, вот, все во льду, замерзло, классно, да, розетку смонтировали, молодцы, и вот этот кабель куда-то уходит наверх, ну вот, в принципе, все, весь подвал, идемте наверх смотреть, что там у нас с приемкой квартиры, а тут рабочие монтируют сетку в кладовках, ну да, вот видите, шкафы для интернет кабеля оборудования, что-то еще пока все не запитано, слушайте, неплохо, нормальный подвал, нигде не видно, чтобы все было влаги, как это бывает у некоторых, дверьки все на распашку, здесь кладовки, ну надеюсь, они хоть напишут, где какие кладовки, чтобы было понятно, ну вот тут видно такое ощущение, что подтекало, да, здесь немножко, но сейчас все сухо, кладовки, кладовки, ну вот высолы видны, все, а влаги здесь и не видно, друзья, достаточно неплохо, даже неожиданно, еще сделаем фотографию на память, смотрите, какой прикольный телефончик, так, все, пошли приемку смотреть, чуть было не упустил из виду следующий нюанс, вы когда приходите в свою квартиру, то вы знаете, где она расположена, когда к вам едут гости, то они не знают, на каком этаже вы живете, к примеру, к вам приехали гости, вы говорите, сотая квартира, а нигде, друзья, нет указателей этажности, ни в лифте, ни входных группов, ни в лифтовых холлах, нигде не написано, что сотая квартира, там на пятом, к примеру, этаже, то есть ты должен, либо переспрашивать, уточнять, где расположена квартира, либо, соответственно, ездить по этажам, как вот сейчас у меня вышло, чтобы, соответственно, найти ту квартиру, которая тебе нужна. А в каждом лифте, кроме вот такой красивой обшивки, спасибо большое за это, Аквилону, что он это смог сделать, есть телефоны, которым можно звонить, не дай бог, если ты застрял, к примеру, в лифте. И вот это, кстати, очень здорово, потому что не все, почему-то, застройщики вешают эти номера, а телефон может и не ловить сеть. Кстати, да, интересно, просто они вот так, как-то странно, такое ощущение, что что-то они тут закрывали по углам, да? Газоблок, кстати, обращаю внимание, ну, это видно, он был треснутый, просто поставили, что на клею, ну, да, так и весен. Вот, терматура, ничего себе. Даже не замазали. Гидроизоляция есть, вот это, да. Вентиляция, ну, вот, вент-канал обычный сборный, вот эта муфта противопожарная сверху, что-то она какая-то маленькая, либо они... А, понятно, они ее туда, прямо в это, зачеканили с перекрытием вместе, она должна быть там сантиметров, наверное, пять, она там минимум. Да, странно сделали. Сброс воздуха, запор на арматур, ну, ух ты, ну, ничего себе, что тут. Вот это оборудование. Аквилон, ничего себе. Слушайте, у вас даже манометр, он с давлением стоит, вот это вообще, кстати, удивительно. счетчики современные. Не сэкономили. Не сэкономили, да, не сэкономили. Трубы нормальные. Причем прикольно, обратите внимание, что они здесь у вас все в углу в одном. Они, как, знаете, бывают по всей ванне разнесут, еще и плюс соседи, и потом ты мучаешься. Это заземление. Ну, ванна такая, кстати, небольшая, но, наверное, сюда вот стиралка должна быть, вот в ней розетки. Да. Так, лампочка, где полотенцесушитель? Наверное, тоже сюда, да. Потому что вот это заземление, больше здесь розеток нет, надо дополнительно ставить, потому что их не хватит. А вот это самое основное место, вот видите, вверх примыкания, там соседи, да, ваша квартира соседняя, и вот от этого будет зависеть звукоизоляция, потому что это просто газоблок. Непонятно, что за этой стеной. Такая же стена, или просто это там газоблок, и больше ничего нет. А так вон даже тепло-шумоизоляция есть. И так, смотрите, все красивенько сделано. Могли бы чуть побольше, конечно, сделать выпуску теплоизоляции, ну ладно, хотя бы так. Ну вот тут стройматериал оставили вам немножко. Однокомнатная квартира с небольшой кухней, как в классических квартирах, маленькая кухня, большая, соответственно, комната. По штукатурке вроде так ничего. Радиатор, тут клапан притока воздуха. Мне нравится, что здесь и стекло, не сэкономили, а то обычно сэндвичи панели стоят. О, вот это да! Вы только обратите внимание, в аквелоне, ну вот это лоджия, вот это я понимаю, друзья, лоджия. Вышел, так вышел. Вот реально, широкая. Сюда напрашивается стол, стулья. Да, вот он получается, клапан. Забор воздуха. Сделали, конечно, кривоватенько. розетка даже есть. Ничего себе! Вот так. Прикольный звук. Держится вроде как, да? Вид на ID Кудрова. Приличное, кстати, расстояние. Внизу парковка, можно ставить автомобиль и смотреть, кто боится. Детский садик. Что у нас здесь? Смотрите, все открывается, за балку не цепляется. Отсюда мы, кстати, видим фасад здания. И вот, обратите внимание, друзья, смотрите, как четко все сделано. Чтобы протечек не было, закрыто все гидроизоляцией сверху. Вот там антенна видно на кровле. И четко сделана кладка. Смотрите, вся ровненькая, красивенькая. Здесь мы с вами видим отливы. Отливы закреплены на саморезе. Не на черном, на китайском, а на белом. Здесь прошли все герметиком. Красавчики окна, кстати, до конца не открываются для безопасности. Только вот здесь. Слушайте, молодцы, с фасадом, конечно, они постарались. И мне вот еще были вот эти интересные вот эти элементы. сейчас вот приближу. Когда снизу смотришь, не видно. Вот видите, вот это есть плоскость сверху. Вот она, друзья. Так, 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 где мой палец. Вот он. Вот здесь. Примыкание, соответственно, вот этого декоративного элемента к стене. И мне было интересно, как застройщик сделал, чтобы туда не попадала влага. И они тут прошлись. Видно все так хорошенько герметиком. Молодцы. Все четенько. Красавчики. Зона отдыха, да. Там как раз в теплую погоду очень круто поставить там стол, по мне, да. Вы это тоже думаете? Здесь мы хотим вообще все утеплить. Я не знаю, насколько это реально будет. Это будет очень дорого, потому что у меня первый вопрос по утеплению, что вот здесь, здесь, скорее всего, вот здесь у вас заканчивается бетонная плита, а вот здесь просто воздух и там в лучшем случае просто утеплитель базальтовый и все. Здесь, чтобы утеплить, это надо 500-700 тысяч примерно. Ну, мы уже через такое проходили, поэтому и такую площадь не хочется терять. Поэтому в любом случае. Ну, а что там вы говорите, мы посмотрели на фотографиях на этапах строительства. Угу. Там, да, действительно. Вот нас насчет вот этого переживали, потому что мы видели на фотографиях, как-то эти... Ну, часто бывает, да, окно ты открываешь и, соответственно, не открывается, потому что балка мешает. Есть вот такие, здесь нормальные все. Ну, и они выглядели на фотографиях ужасно, здесь вроде как бы сделали все. Ну, они тут, да. Ну, вот тут тоже утеплители. А, вот это же снежное с соседями? Ну, вот это к соседям, да. Ну, нормально. Тут блок какой-то, вот здесь утеплители. Да, мы очень переживали, что нам только к соседям вот так вот будем слышать. Да, другая? Ну, скорее всего, если будете слышать, то вот здесь, через вот это. А, вот это что такое? Это же... Это вентиляция. Забор воздуха. Вот здесь, видите, он сделан поэтому холодный, чтобы воздух заходил. А вот, соответственно, решетка, через которую холодный воздух затягивает и вентиляция идет на кухню. У Числава есть рулетка, у нас получилось почти метр девяносто на три метра, да. Ну, это еще такая, скажем, половина полноценной комнаты. Сюда даже диван нормальный вылезет двухспальный. Можно в аренду сдавать. Сдав небольшую комнату в однокомнатной квартире на летний период. Слышно? Не, нормально. Не, здесь реально очень круто. Это вот на удивление, потому что у нас обычно там метр сорок я вижу, а под метр девяносто это там по пальцам можно одной руке пересчитать комплексы, у которых есть такая лучшая. Конечно, хотелось бы, чтобы вот здесь было еще такое прозрачное остекление. На самом деле на рендерах оно так и было. Просто было затемненное, а здесь прям глухое. Ну, вот здесь какая-то пленка, такое ощущение, что, да? Да, скорее всего. Да, тут пленка какая-то. А, это просто панель обычная. Да, дорога, конечно, вообще жуткая. Здесь они что-то между домами убирают. Не знаю, кто это управляющая компания здесь, по идее, должна. Или это дорога общего пользования. Когда мы приезжали сюда примерно полгода назад, мы общались с... Вы есть Тюмени, правильно? Ну, вообще есть Тюмени, а в Питере живем уже три года. А, ну, понятно. Местные уже. Можно сказать уже, да, такие понаехавшие местные. Мы общались с людьми вот из этого дома, из Кудровой Айди. И они такие, мы вот здесь поставим шлагбаум, так что вот здесь на эту дорогу вообще не рассчитывайте. И потом мы по планам увидели, что у нас заезд аж вот там. Немножко так подрастроились, конечно. Ну, пока мы видим с вами, что никакого шлагбаума здесь нет, и непонятно вообще, поставят его или нет. Ну, хотя бы парковка есть. Парковка, да, здесь есть. И парковка планируется еще за тем домом, насколько мы понимаем. Ну, она, получается, где вот следующий корпус, там тоже парковка есть за ним. Между домами будет? И между домами нет. Там один гектар, по-моему. Ну, я не знаю насчет парка, на данный момент там никакого парка нет. Да, на данный момент нет. А за тем домом, между Кадом, получается... Вам, кстати, по поводу парка, что сказали, он сразу будет или лет через сто? Вообще ничего нет. Мы даже не уточняли, честно говоря. Потому что кино у застройщика очень красивое. Кино красивое, рендеры красивые, и мы даже иногда расстраиваемся, что иногда приходим сюда и не видим тех деревьев, которые там обещали. Которые там должны быть, да. Вот это, кстати, мне тоже всегда обидно, что ты покупаешь картинку, а в итоге приходишь, и здесь чистое поле. Друзья, мы с вами на сайте Министерства строительства Российской Федерации. Я открыл жилой комплекс Quillum Stories, который сдали 10.01.2024 года. Спускаемся вниз, в документы, проектная документация, идем вниз, и видим схему планировочной организации земельного участка и скачиваем. Вот мы с вами скачали эту схему. Обратите внимание, вот здесь как раз был вход, вот здесь стояли люди, которые получали ключи для того, чтобы принимать свои квартиры. Вот оно, одно здание, вот, соответственно, второе здание. Здесь у застройщика Дендропарк, то есть все зеленое и красивое. У каждого объекта есть свое обозначение. Вот так обозначается построено проектируемое здание. Вот она брусчаточка, вот она, газончики, вот она парковка, обычная для инвалидов. Здесь зеленая зона, здесь брусчатка, вот они при ямочке, здесь даже отмечены. Вот это то, что мы видели под стеклом, то есть все, все есть на плане. Значит, вот он выход во двор, вот он двор. Давайте смотреть, где деревья. Я не вижу. Я вижу здесь газоны, больше ничего не видно. Вот обратите внимание, обозначения. Проектируемое искусственное покрытие и, соответственно, зеленая отмозка, зеленая зона. Вот они, все эти обозначения. Где здесь деревья, где здесь кусты, этого здесь ничего нет. Такие же схемы я показывал вам, когда рассказывал про дремлайн на ЦДС. То есть нет нигде ни кустов, ни, соответственно, деревьев. И получается, все, что посадил застройщик, это он, скажем, сделал дополнительную плюшку для всех жителей, как понимаю я. Ну и, соответственно, раз этот объект уже введен в эксплуатацию, то у меня стоит под вопросом, будет ли вообще здесь такое зеленение, о котором говорил застройщик и продавал, соответственно, в связи с этим, квартиры. Вот у меня лично здесь большой вопрос. И вот покупка в целом квартиры, она же такая, получается, слепую. Мы же не видим, что мы покупаем. По картинкам только, да. Да, только по картинкам. А вот в Тюмени у нас был еще вариант, вот когда мы выбирали здесь квартиру, да, и мы выбирали еще в Тюмени, думали, ну мало ли. Вот. И там застройщик пускает на объекты, которые они уже такие на этапе сдачи. на оформление документов. Они могут пригласить и показать вот похожую квартиру, чтобы вы уже там могли понимать, там, как, что будет выглядеть. Вот. А здесь мы много раз околачивали двери, говорили, может, как-нибудь пустить нас, они такие нет. К сожалению, техника безопасности выше. Для того, чтобы уходил конденсат, вот видите, сверху нет отверстий, оно вот здесь, снизу. То есть, капельник просто будет сразу капать вот сюда, ладно. А здесь капельник, они местами вот... Ай-яй-яй. Смотрите, сейчас мы все исправим. То есть, те, кто это устанавливал, они просто, наверное, не понимают, как это работает. А это так и должно быть? Это должно быть вот так. А вот это? Это дополнительно тоже сделан капельник, но, скорее всего, на заводе, как и вот здесь. Ну, значит, должно быть, раз это на заводе, видно, сверлили. Капельник должен быть вот так, по-нормальному. Ну, они просто перепутали. Наверное, иностранные специалисты делали. Потому что вот здесь капельник стоит нормально, вот это отверстие снизу. Здесь такое расстояние прилично, знаете, такое ощущение, что рассчитывали на то, что здесь будешь утеплять пол либо очень высоко сантиметр на 10 поднимать стяжку. Да? Есть такое ощущение? Есть такое ощущение. Ну, здесь, конечно, они не смогли нормально все сделать красивенько. Надо подштукатуривать и подкрашивать. Блин, вот эти все элементы трындец такие дешевые. Вообще капец. Мы когда посмотрели ваш ролик про Аквилон Скай, там у собственников он рассказывал о том, что у него идет поддувание. Мы так переживали за этот тоже момент. строители любят пену. Все дома почти. На ней хорошо монтируют. Возможно, на ней просто вот этот уголок замонтируют, но это просто, конечно, за шквар, потому что они вот это сделали. Это надо, чтобы они переделали, потому что здесь радиатор надо отключать, убирать, а здесь они просто как-то подмазали все. В целом у вас палец в стенку не должен залазить ни с одной, ни с другой стороны. А, здесь и дует, да? А, ну вот они видно, что-то здесь рисовали, но так и не смогли доделать. Ну и здесь пустота, по-нормальному демонтировать, чтобы пеной хотел бы залить. Можно ли марочку? У вас по договору под оконник и откусы не входят в договор. Это бонус от застройщика, поэтому тут, к сожалению, не сможем ничего исправить. Ну, тогда просто их убирайте и все. Ну, у вас тогда будет полностью демонтированный откос и подоконник, если хотите, мы уберем. Нужно ли вам это точно? А, ну, посмотрите, ваш договор. Если вы можете показать, я специально ознакомлюсь с договорами, у нас у кого-то просто есть в договоре подоконники и откос у кого-то нет. А для чего тогда ставите? Ну, это такой типа бонус застройщика, вы можете убивать. А, ну, понятно. Застройщика, лжоноска. Большинство договоров большинстве договоров они есть. Скажем так, вот я специально ознакомился, тут вы можете даже ознакомиться с их нею. Нет, ладно. Если это бонус, мы примем бонус. Ну, если вы напишите замечания, то есть, их могут просто снять. Слышите? То есть, вот здесь они посадили на такие, скажем, на пену. Ну, не знаю, пену там или еще что-то. А я бы это демонтировал, лучше пусть мне мастер переделает нормально. Ну, смотри, где на вашу. Потому что все равно придется переделать. Ну-ка, здесь и здесь аналогично. А вот, кстати, начинаете светить, вот, дайте фонгик, смейте, вот так, видишь. И смотришь на стенку и сразу все у тебя грехи. То есть, на первое сглотное такое ощущение, что ровно по факту. Наша задача допуск. Осталась земля, да, получается? Да, земля здесь истолка. Ну, давай, первая ты. Рассказывайте, как ваше впечатление вообще о доме и о вашей квартире? Впечатление? В целом, дом очень красивый и нам понравился по фасадам, как он выглядит и очень надеемся, что он будет соответствовать всем рендерам, которые были у застройщика. квартира. Честно говоря, хотелось больше такая, какая есть. Лоджия это, наверное, просто подарок какой-то, да? Самое, наверное, приятное место здесь у нас будет. В целом, недосчетов, как Михаил сказал, не так много. Ну, и в целом, они такие не особо критичные. Мы там переживали, чтобы не было плесени, промерзания. Ну, и остальное все, ну, как бы поправимое. Это же не чисто... Тут косметика была, электрику исправили сразу же, да? Окна тоже сразу исправили. А что у нас осталось? Тут царапины есть на окнах, если это критично, и все больше, да? Ничего ж нет. Сможет, в принципе, принимать квартиру. Да. Сейчас попробуем по отделке закрыть вопросы, материалы запасов. В ту квартиру уже, соответственно, организовали материал, сейчас занесут. Вам тоже постараемся щедро дать. Вам по-любому понадобится штукатурка. Так, по лицам вижу, что вам все нравится. Вы улыбаетесь. Все нравится, да. Все нравится. Мы так долго этого ждали. Сдача объекта и получение ключей. На самом деле, Акавилон порадовал сроками, потому что мы ждали квартиру не раньше там лета, но заехали уже по факту. Ну, получается, да, они же сдали 10-го, 0-1-го, 24-го, а сегодня у нас какой, 10-ый? 10-ый февраля. Да, у вас какие замечания по поводу отделки? Отклонения какие-то есть? там около 7 миллиметров по стенам всем. Нет, тут до 10-ти допуск на всю высоту. 17-ый он сказал. Большое. Ну да, поэтому нужно много цемента. Так, что здесь рассказываете? В автомате у нас установлен, точнее, в щитке установлен автомат «Умный дом». Называется он «Инхоум» от Аквилон. Работает по протоколу в ZigBee. Это очень, очень полезная штука, потому что у нас сейчас «Умный дом» тоже сделан на этом протоколе. Если вдруг мы переживаем, что не выключили утюг, а мы это частенько можем сделать, мы можем с приложения удаленно это все отключить. Также в «Умный дом» включена автоматика по протечке, обнаружению протечки воды. Кстати, мы хотели это устанавливать сами. А здесь уже все застройщик. Здесь уже застройщик позаботился. Круто реально. И мы не будем этого... То, что вот сейчас такие современные тенденции пошли и ставят «Умный дом». Ну, слушайте, у Аквилона это, пожалуй, лучший проект, который я вообще когда-то видел. Потому что не сравнился с тем, что я видел до этого, здесь, если бы я закрыл глаза, мне сюда привели, не смотрите в окно, я бы не сказал, что это Аквилон. Даже обратите внимание, что номера квартир нормальные цифры. И они здесь и есть. Они как некоторые на скотче пишут. И все. Когда вы снимаете, и что, полнейшая разруха на потолке, и в целом вся картина такая не очень... Надя такая, да не может быть такого. Это какой-то прикол, это пранк. Каждый раз я думала, а так можно было? Каждый раз я поговорила эту фразу. Я была в шоке. Я пришел фирмом назад. Сразу же вот было замечание, сразу пришел электрик, пришли окончики, быстренько, четенько сделали и все. И то есть не нужно, знаете, это ждать потом еще год, пока они это придут, что-то исправят. Которые вы снимали тоже на видео? Ну есть, да. Самые дешевые, они еще там такие убогенькие, а здесь нормальный, обычный такой звонок, приятный. И мне нравится, что он на низком уровне. То есть, например, у кого есть дети, это удобно, что он мелкий пришел, он дотянется до звонка сам, когда во дворе нагуляется. Это интересно. Да, слушайте, Сан-Текс, слушайте, нормально все установлено. Минимально мусора внизу. Круто, кстати, что даже здесь есть, и обратите внимание, эти нумерации, на каком этаже лифт, понимаешь, едет он или нет. В каждом, кстати, бизнес-классе это есть. Там было все, кстати, неплохо. В соседнем доме. Вот так. Глаза закрывайте, чтобы не ужаснуться. А, вот здесь они уже все сделали. Ну, вот не хватает указателей, да? Фиг помешку найти. Это наверх, наверное, да? Да, это наверх. Это наверх. Но выглядит все равно тоже. Ну, тут есть такие места, конечно. Не лучше. И тут еще какая-то дверка есть. Так, а здесь, наверное, у нас закрыто, да? А, нет, тут у нас открыто. Удачи. Так, вот здесь запах влаги. В том доме не было. На стяжке видно. Ну, вот это вот накапало, это, походу, струп. Они же перед тем, как сдавать, проверяются на высоком давлении, здесь, похоже, как раз где-то вот. Наша кладовая, скорее всего, вот там. Хотя здесь вообще не видно, чтобы где-то что-то протекало. Ну, скорее всего, что-то испытывали, смотрели. Потому что видно, что капало вот сверху. Если бы от стены, то это было бы по-другому бы. Вода бы расходилась. Так, сейчас я скажу, какая у нас кладовая. Ну, кстати, по кладовкам здесь, конечно, не мешало бы. Ух ты, как смыть. Вообще. Дверь такая идет, а ух, проходит миллиметраж. Что было бы не на скотч, конечно, малярно, чтобы нормальные указатели были. Но вообще должны были уже все это сделать, конечно. А менеджер сказала, что выдача кладовых идет после того, как уже выдадут квартиры все. Ну, так потому что здесь, вон, видите, тоже кабель висит. Что-то они еще здесь доделывают. Обратите внимание, здесь все есть. Это вот так должно быть. Что если вдруг пожар, то сразу размотал, и, соответственно... Вот и подарочки. Это подарочки. Желтая водичка. А вот здесь оборудование интернетчиков. Вот здесь и здесь. Как красиво все выглядит. Вот такие же. Ну, обычные шкафы, да. Ну, нет, просто на ваших видео посмотришь, там... Ну, там, да, там такая жесть у всех бывает. Здесь даже вот дальше идешь, здесь, ну, в принципе, прилично все. Вот то, что влага есть, я вот не видел, чтобы со стен она откуда-то выходила. Потому что, если бы со стен было бы это, то мы бы это увидели. То есть, скорее всего, они проверяли трубу, и это где-то потекло. Кладовые, кстати, прикольно. Нормально смотрится кирпич, нормальная ролл-ставня, нормальная сетка металлическая. Вроде вот это. Да. 13 Н. Но вообще у нас она по плану как 1,403. Но, судя по планировке, мы сюда пришли. Ну, отлично. Последняя секция. Ну, смотри, у нас труба. Нет никакой. Вот, смотри, у них есть труба. А у нас никакой. Это вентиляция. Ну, да. А у нас там никаких труб. Можно до потолка добить? Ну, да. Стеллажи сделаете сами. О, свет даже есть. Здесь даже кусок арматуры. На память. Ну, да. Особенно с паркинга, где из решетки... Лед торчит. Так, а вот здесь, кстати, влаги больше. Ну-ка, давайте посмотрим. Тут стяжка вся влаги. Тут высолы внизу видны. О, вот здесь была, смотрите, знаешь, до сих пор вода. А сверху только непонятно. Тут вообще ни трубы, ничего нет. А вот и трубы, мокрые. Мокрые? Мокрые трубы, да. А, слушайте, да, это конденсат. Или здесь подтекает. Так, оно такое ощущение, что вот вниз идет. Это ливневка, я так и полагаю. Да, конденсат на этой трубе. Интересно. И с нее, кстати, вода капает вниз. А вот здесь даже кирпич. И вот здесь, кстати, тоже, да, вот конденсат на трубе виден. Странно очень. Кирпич на пятаву. Или, мне кажется. Ну, вот это такое ощущение, что... Не, сухой. Сухой. Непонятно, почему она здесь. Хотя капает в другом месте. Ну, да, странно очень. При этом здесь не видно, чтобы стенки где-то текло. Если бы протекала бы... А грунтовые воды были, то это по стене было бы видно. А это бетон, получается, за ним уже там земля. Гидроизоляция земля должна быть. Вот это кладовая. Вот кому-то повезло. А вот изучали момент по кладовым. И вот в соседнем доме, в Кудровой Айге, люди продают кладовые, потому что там высокие грунтовые воды. И они как бы пытаются решить этот вопрос. И, я так понимаю, вопрос не решается. И поэтому они их решают... Ну, продают просто сейчас. Ну, а кто их купит, кроме жильцов этого дома? Никому они не нужны. Особенно, когда приходишь и видишь все во влаге. Ну, кто будет покупать, никто не будет. Но по мне вот странно, что вот здесь откуда-то... Знаете, у меня ощущение, что... Ну, и стяжка здесь, конечно, вся выедена. Триндец. То есть, мы могли бы сделать нормально, хоть кратко окрасить. Как в лентах до вакеях. Скорее всего, здесь что-то прорвало, когда давали давление. Все это протекло. И вот эти низкие места, здесь просто влага осталась. Потому что вот я... Сверху смотришь, нигде не видно. Со стен точно не проходит ничего. Так, здесь они что-то с бетоном делали. А вот там тоже, видимо, приемок. О! Ну, то же самое, да. Там влага есть, труба эта видна. Да, 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 да. Здесь прямо... То есть, тут воды-то есть, а где погружной насос, непонятно. Вот какой-то кабель туда заходит, непонятно, что это вообще такое. Ну, наверное, вот розетка для того, чтобы сюда устанавливать, откачивать. Ну, да, я тоже так понимаю. Только куда откачивать, непонятно. И чем откачивать, тоже, честно говоря, непонятно. Это они фундамент, что ли, поднимали? Или спецсредства вот это закачивали от протечек сюда? Непонятно. А, все, да. Вот где-то здесь мы были. Вот сюда, наверное. Но выход тут тоже написано. Не-не-не, мы с вами дальше были, кажется. Да, вот сюда нам. Я просто помню этот моток. Вот, вот сейчас будет выход. Вот он. И мы отсюда выйдем с вами в приямок. А разве? Ну, какая разница? Тут закрыто. Что, нас замуровали? Зайти можно, а выйти или зайти? Зайти можно, не может такого быть. Выход бесплатно? Нет, там кладовки. Так, давайте искать. Это пуи какой-то. Замуровали! Так. А, ну пойдемте здесь попробуем выйти. Ну, тоже, да, вот как раз получается, ты выходишь. И вот так трубы, конечно, не очень хорошо продуманы. Да, это выход. О, плитка нужна. И талон. А, так это вот. Вот я сюда выгодил. Не, ну мы здесь не заходили, конечно. Но, надеюсь, мы здесь выйдем. Жаль, что плитки нет на речном марше. И вот, конечно, дырка на улицу. Это... А, да, дырки нет. Да, господи, закрыто. Как нам выйти отсюда? Пойдемте обратно. Вот так вот. Только похвалили Аквилон, а нас заперли здесь. Замуровали. Вход бесплатный, а выход платный. А выход платный, да. Так что, принимаете квартиру? А, ну тогда мы за вами сейчас придем, придем. О, аллилуйя, дверь открылась. Мне кажется, мы вот здесь заходим. Ну, мне тоже кажется, что здесь. Ну, странно. Он же как бы отрабатывает. Ну, да. О! Ничего себе! Офигеть! Да, я уже подумал, что мы здесь жить будем. Я и бутербродов с собой не взял. Да, кусочек волнения. Так, да. Все его вычислили. Как вычисления о подвале? Ну, такие. Непонятно, 50 на 50, сколько есть сыра, если где-то в некоторых местах, а в некоторых нет. То есть, что на нее влияет, это же непонятно, образование ее куда-то наберешься. А в талан приятно зайти. Но, единственное, что вот мы сейчас бегали. Да, искали выход, да. Но это реально стремно. Вот это, конечно. Да, что-то здесь... Вы лучше током долбанул? Нет, проколол палец. Ну, вот вы лучше аккуратней. Двор Дендрариум. Ну, пока что пустырь. Ну, пока что пустырь, я с вами согласен, да. Чем-то горелым пахнет. Жженые булки. Это в Кудрово нормальная тема. А, это кофе, кофе пахнет сгоревшим. Где-то завод же, да, какой-то вроде. И от него регулярно пахнет. Ну, запах такой нормальный, я бы не сказал бы, что он ядреный. Иногда кажется, как будто кто-то... Кашу поджег. Ну, кстати, да, вот что-то такое есть. По пятибалльной шкале застройщику какую оценку поставите? Ну, четверку должна, пятерку. Да, я бы дал пятерку. Пятерку? Добрый человек. Я просто добрый человек. Дали цемент, можно пятерку дать. Почему бы нет? Все нюансы, которые были найдены, устранили сразу же. Ну, вот это да, это большой плюс. В целом, то, что как бы ожидалось... Я не знаю, у нас все-таки был вайтбокс, по факту, но это не тянет на вайтбокс. Там столько мусора, грязи, грязные окна, балкон. Но в целом, это очевидные минусы, да, которые нужно будет там устранять, отмывать. Ну, вайтбокс, это, в принципе, вы клеите обои, красите стенки, но там до покраски и клейки... Там еще надо подштукатурить, подшпаклевывать, то есть там, ну да, не вайтбокс. Давай не тебе, не мне, четыре с плюсом поставим. Слушайте, я бы три с минусом поставил. Ну, три с плюсом бы поставил. Да? Ну, ладно. Четыре с минусом? Я уже четыре с минусом ставлю. Опираясь на ваш опыт, тогда вы видите картину в общем, да? Четыре с минусом лучше, чем три с плюсом. Давайте, согласен. Все, ну, хоть не двошники уже хорошо. Что, я вас поздравляю, практически новоселье скоро будет. Если найдете нормальных строителей, то, что там, полтора месяца, два, и можно уже заезжать. Чем быстрее заедете, тем лучше. За съем платить не нужно. Планок летом уже жить здесь. Долго как-то. На самом деле меня пугает расстояние до метро, а мы живем значительно ближе, и вот эта транспортная развязка и все эти проблемы Кудрово, для меня они прям шок. Я не стремлюсь сюда заехать, вот прям давайте заезжайте. Зачем тогда покупали здесь? Других вариантов не было. На самом деле это так кажется, понимаете, здесь поживете, все новое, все узнаете, и думаешь, блин, а вроде ничего, это время пройдет, и к всему привыкнете. Да, я тоже так думаю. А какую бы вы поставили оценку Аквилону за его Аквилон Сторис? Друзья, рад был вас так видеть. Обязательно поставьте лайк, не ставьте дизлайк, подпишитесь на канал и поделитесь ссылкой на это видео. А я с вами, как обычно, не прощаюсь, а говорю, до скорой встречи. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...